Добро пожаловать в футболюбители хороших фильмов Лайпинг ДБ. Представляем вашему вниманию список фильмов, похожих на Магнолия, 1999 года. Для быстрой навигации по списку фильмов используйте ссылки в описании. Облачный атлас 2012 года. Шесть историй, пять реинкарнаций, происходящих в разное время, тесно переплетаются между собой. Бавилон, 2006 года. Действие фильма разворачивается в Марокко, Мексике и Японии, а отправной точкой сюжета становится трагедия, которую супруги Ричард и Сьюзан переживают во время своей туристической поездки по Марокко. Сьюзан становится жертвой шальной пули, выпущенной из ружья по туристическому автобусу двумя местными мальчишками. В это же время двое детей Ричарда и Сьюзан, оставленные под присмотр няни-мексиканки, отправляются вместе с ней в Мексику на свадьбу ее сына, и это путешествие оказывается в итоге далеко не из легких. И, наконец, в Токио, тяжело переживающее самоубийство матери, глухонемая студентка Чиэка, ведет себя вызывающе, вступает в перепалку с отцом и разными способами срывает свое зло на окружающих. Столкновения 2004 года Законы преступления, порядок и беспредел, защитник и жертва, неизбежное противостояние и столкновение, полицейский порядок, законопослушные граждане, закон. Но все ли граждане, стоящие добропорядочными, соблюдают законы? И всем ли представителям закона стоит доверять? Прикрывая значком полицейского, они вершат беззаконие и из праведников превращаются в изощренных насильников. 21 грамм 2003 года Говорят, что каждый человек в момент смерти теряет 21 грамм. Столько весит горстка монет в 5 центов, плитка шоколада, птица калибри. 21 грамм – это история о надежде и человечности, жизнелюбии и выживании. Независимо от того, боитесь вы смерти или нет, она приходит, и в этот момент ваше тело становится на 21 грамм легче. Быть может, это вес человеческой души? Реальная любовь 2003 года Любовь незабываемая и недосягаемая, вызывающая сожаление и экстатическая, неожиданная и нежеланная, неудобная и необъяснимая, неизящная и неравная. Любовь поистине правит всеми вокруг. От премьер-министра, мгновенно влюбившегося в сотрудницу своего аппарата, до писателя, сбежавшего на юг Франции, чтобы склеить свое разбитое сердце. 11.14. 2003 года Миддлтон – очень миленькое провинциальное местечко. Одной очень странной ночью по шоссе на большой скорости движется автомобиль. За рулем изрядно подвыпивший парень говорит с кем-то по телефону. Громко орет радио. На часах 11.13. Вдруг внезапно на лобовое стекло падают чьи-то части тела. Время 11.14. Добро пожаловать в Миддлтон. Реквием по мечте. 2000 года. Каждый из главных героев фильма стремится к своей заветной мечте. Сара Голдфарб мечтала сняться в известном телешоу. Ее сын Гаральд со своим другом Тайроном сказочно разбогатеть. Подруга Гаральда Мэриан грезила о собственном модном магазине, но на их пути были всяческие препятствия. События фильма разворачиваются стремительно. Герои погрязли в наркотиках. Мечты по-прежнему остаются недостижимыми, а жизни героев рушатся безвозвратно. Красота по-американски. 1999 года. Лестер Бернам переживает кризис среднего возраста. Его не уважают и не ценят на работе, а от счастливой семьи осталась лишь видимость. У жены Каролайн страстный роман с коллегой по работе, а у рюмая дочь-подросток Джейн увлечена соседским парнем, побывавшим в психиатрической больнице. Терзаемый душевными муками, Лестер впадает в глубокую депрессию. Но неожиданно для себя влюбляется в одноклассницу дочери Анджелу. Эта пылкая страсть дает Лестеру мощный жизненный импульс. Он ощущает прилив сил и желаний, и готов снова радоваться красоте. Пишите в комментариях, какие фильмы по вашему мнению стоит добавить, и другие замечания и предложения. Спасибо за внимание. До скорых встреч!